С вами вечерний Политпросвет. Сегодня поговорим о буржуазной онкологии, буржуазной экологии, буржуазной медицине и прощении некоторых долгов. СМЕС сообщают, что детская смертность от онкологии продолжает расти. Статистика за 10 лет говорит, что количество летальных исходов выросло в группе с 5 до 9 лет – аж на 15%, а с 10 до 14 лет – на 67%, и с 15 до 19 лет – на 200%. В 2008 году из 100 тысяч детей от 10 до 14 лет рак убивал 0,6%, а в 2017 году показатель составил пугающих 4,5%. За сентябрь Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева спрогнозировал рост смертности от рака из-за нехватки препаратов. Летальные приговоры с пометкой «рак» уже фактически попадаются чаще, чем раньше, что сознательного пролетария не удивляет. Власть крупного капитала интересует судьбой электората постольку «поскольку», как нельзя, более полно реализовав понятие «человеческий материал». Дети рабочего класса умирают, зачастую без надежд на спасение. Ну а кому какое дело? Приличные люди давно лечат отпрысков в платных клиниках, а то и за границей. За границей даже лучше. А вот первый в России центр профилактики рака будет платным. Это уже, скорее всего, точно. При этом надо бы заметить, что у каждого сорокового жителя страны злокачественная опухоль или угроза её, и тенденции к улучшению ситуации что-то не наблюдаются даже в перспективе. Как же нас лечат? Нас, включая наших детей. Об этом подробно рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Например, она отметила рост количества поликлиник. Вот послушайте цитату. «С 2014 года мы сумели укрепить инфраструктуру первичного звена здравоохранения. Сейчас это уже более 60 тысяч подразделений. Причём за четыре года мы увеличили число подразделений более чем на две тысячи». Это важное заявление прозвучало на селекторном совещании с регионами по теме «Принципы модернизации первичного звена». Ну, понятно здравоохранения. Также ею было отмечено увеличение количества врачей. Сейчас якобы в первичном звене здравоохранения работает более 305 тысяч врачей. Таким образом, с 2014 года их количество увеличилось на 4 тысячи. А вот гражданин-президент с выкладками министра, касательно их практического содержания, не согласен. Гражданка-статистика тоже не согласна. Не так давно некоторые итоги реформы Владимира Путина, Скворцова и других руководителей страны были подведены на совещание. Это было 20 августа 2019 года. «По вопросам модернизации первичного звена здравоохранения» председательствовал лично президент. И теперь небольшая цитата из Владимира Владимировича с оценкой промежуточных результатов реформ. Конечно, с момента старта проекта, прошло не так много времени. Это ясно. И подводить итоги, конечно, абсолютно преждевременно. Но мы и вы, люди, которые занимаются этой работой профессионально, должны знать и уверен, знаете, люди сегодня по-прежнему не удовлетворены качеством работы количественного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия. Очереди к врачам-специалистам – их нехватку. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. А о чём я хочу сказать? Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чём проблема. Теперь о том, что я попытался незаметным намёком обратить внимание, а именно на фразу «не так много времени». Не так много времени – это 9 лет, если что. Реформа, как мы помним, стартовала в 2010 году. Чисто для справки. При кровавом упыре Сталине за такой же срок с 1928 по 1937 количество больничных учреждений выросло с 3958 до 7520. При этом с 1925 по 1935 годы смертность снизилась с 23 промилле до 16 промилле. То есть, количество смертей на тысячу человек. Загадочное совпадение, не правда ли? Ну, а в богоспасаемой Российской Федерации смертность с 2009 по 2018 тоже снизилась. От 14,1 до 12,5 промилле. Прогресс? Несомненно, прогресс. Но отметьте себе, при всех современных достижениях фармакологии, медицины, профилактики, диагностирования, нам удалось добиться коэффициента смертности 1946-го первого послевоенного года в разорённой стране, которая утратила до 40% национальных богатств. И вот теперь мы сравнялись с РСФСР. Я, конечно, данные по всему СССР не беру, потому что сравниваем-то мы ту Россию и эту Россию. Сравнялись, чёрт возьми, успех. Гражданин-президент и гражданка-статистика. Хором декларировали. Провал реформ здравоохранения. Если, конечно, эти мероприятия вообще можно смело назвать словом реформы. Ведь реформа, как мне кажется, это изменения с целью улучшения. Тут какие-то улучшения очень незаметные. Кстати, посмотрим теперь на эти улучшения. Мне представляется, что заявление Скворцовой на общем фоне – это больше похоже на попытку оправдаться. Причём попытка вырвана из общей картины. Улучшение должно восприниматься, как большая победа реформаторов. Она бы так воспринималась. Но общие данные говорят другое. Согласно подсчётам специалистов Центра экономических и политических реформ на основе данных Росстата 2000-2015 годов, количество больниц в России сократилось в два раза – 10700 до 5400. Фактически больниц у нас меньше, чем в 1941 году, когда действовало 9160 учреждений по РСФСР. В своём докладе «Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что если власти продолжат закрывать больницы такими темпами, примерно в среднем по 353 в год, то к 2022 году количество медучреждений в стране достигнет 3000. То есть, приблизительно уровня Российской империи в благословенном 1913 году. Не добавляет оптимизма и тот факт, что мы не можем говорить о стабильном росте, т.к. в России по итогам 2018 года насчитывалось 7318 медорганизаций. Для сравнения, вот в 2017 году, теперь уже в позапрошлом, в стране действовало 7529 медорганизаций. Тенденцию к уменьшению больниц и больничных коек можно было бы оправдать перераспределением ресурсов на уровень поликлиник, но в России закрываются и они. Их число за период 2000-2015 года сократилось на 12,7%, до 18600 учреждений. Ну а рост нагрузки закономерно вырос. От 166 человек в день в 2000-м до 208. Я думаю, что каждый, кто бывал в поликлинике, стоял там в очередях, может об этом компетентно свидетельствовать. Ситуация со здравоохранением в России вообще близка к критической, как нам кажется. И это не что иное, как результат проводимых правительством рыночных реформ и формирование капитализма на всём нашем постсоветском пространстве. Бесплатная медицина вообще никак не сочетается с постепенным отказом государства от своих социальных обязательств. Ну, вроде как, под конституцией-то у нас социальное государство. Поэтому мы и наблюдаем постепенную деградацию, а также явный демонтаж существующей системы здравоохранения, которая, внимание, была одной из лучших в мире. Входила в тройку, так, на секундочку, среди крупных стран. И, конечно, была одним из величайших достижений советской власти. А теперь об онкологии и её причинах, собственно, почему она растёт. Конечно, я не доктор, тем более не учёный-теоретик в медицине. И не могу сказать точно, как, в общем, насколько нам известно, и профессионалы-медики не могут сказать точно, почему именно появляются онкологические заболевания. Вот нет 100% ответа во всём их объёме. Но что однозначно на это действует – это, конечно же, стрессы, и это экологическая обстановка. Вот давайте-ка сначала про экологию поговорим, как и обещали. Финансирование экологического национального проекта по переработке отходов к 2021 году сократится на 26%. Цитата. «Из-за снижения финансирования в каких-то регионах вообще не будут созданы мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы. И сохранить отходы в этих городах в краткосрочной перспективе не удастся». Так нам сообщил учредитель Центра мусороперерабатывающих технологий небезызвестный Алексей Волошин. Ну, по крайней мере, честно, что уж тут говорить. Вот причина такого решения – снижение прогноза относительно экологического сбора, который платят компании, не утилизирующие отходы самостоятельно. В 2021 году разрыв составит 3,8 млрд рублей вместо 8 млрд. 2018-2019 годы в Подмосковье, в Архангельской, в Ленинградской областях прошли протесты из-за этой замечательной мусорной реформы. Но мы все помним события и в Шиесе, и в Подмосковье, и под Питером. Некоторые из них не закончились до сих пор. Там вообще непонятно, в каком состоянии данный процесс протекает. И чем это все закончится? Потому, что ничем хорошим это уже фактически не заканчивается. Потому, что эти свалки мусора – это постоянный источник химического и бактериологического заражения. Это вот то, что буквально убивает легкие городов. Ну, а власть олигархии это не останавливает, как мы можем наблюдать. А мало того, что умудряется подавлять некоторые протесты силовым способом, она еще решила снизить выделение на экологию денег. И этому, опять же, сознательный пролетарий не удивляется, так как главное для дельца – это прибыль. Ну, а капитал ради 300% прибыли пойдет на любое преступление. А вовсе не забота о здоровье людей и вообще экологии. Поэтому сфера экологическая в России и теряет госфинансирование и частные инвестиции. Выгоды непосредственные это все не приносит. Ну, а буржуазные экозащитники, конечно, включились в дело и пытаются увести трудящихся в сторону такими-то странными разговорами о скорой гибели Земли. Вот поэтому они утверждают, что в первую очередь причина этой гибели – это экологическая проблема, но наемным-то работникам, нам, трудящимся пролетариям, и в том числе мелким буржуа, не стоит отвлекаться от главного борьбы за искоренение классового угнетения, которое только и создает вообще систему, когда прибыль является важнее и экологии, и здоровья, и вообще чего угодно. Переход к социализму только он, снимая это противоречие капиталистического общества, решит в том числе и проблему загрязнения окружающей среды. Ну а о том, откуда взять деньги? Вот вы знаете, сложный вопрос – откуда взять деньги. Мы сейчас не будем говорить о выводе капитала, это немного набило оскомину, об этом нужно говорить, мы будем говорить об этом несколько позже. А сейчас просто нужно отметить в заключении, что наш гарант Конституции настолько щедр, милостив, что даже простил некоторым африканским странам долгов на 20 миллиардов долларов. Такая недушная сумма вроде бы. А почему бы, например, на эти 20 миллиардов долларов не взять какой-то инфраструктуры, земель в Африке, чтобы получаемые оттуда доходы, пустить, скажем, на решение экологических проблем в наших городах? Или всё-таки истребовать эти долги с процентами, раз уж мы живём в капиталистическом окружении, не проявлять такой щедрости к несчастным страдающим африканцам, а проявить сострадание хотя бы к россиянам? У нас, знаете, тоже не всё в порядке, как нам кажется. Но все эти вопросы повиснут без ответа и останутся строго риторическими до тех пор, пока мы сами не вырвем свои права, в том числе право на жизнь, которое вроде бы гарантировано одной из первых статей Конституции, сами вручную, методом организации в трудовые, профессиональные и территориальные коллективы. Объединяйтесь, товарищи, изучайте теорию, применяйте её на практике. Ну а для этого всегда нужно помнить, что если ты не интересуешься политикой, политика рано или поздно заинтересуется тобой. На сегодня всё.